Напомню, с 25 января по 9 февраля жители областного центра голосовали за те общественные пространства во Владимире, которые они бы хотели видеть благоустроенными в первую очередь. Из 14 предложенных вариантов больше всего голосов набрали два пруда на Комиссаровой и Соловьиной – сквер Гоголя, парк Добросельский и сквер УДК в энергетике. Члены комиссии уже начали высказывать идеи относительно концепции этих мест. Объекты должны выполнять не только эстетическую, но и рекреационную миссию. Я хотел бы, чтобы это проектировалось в стиле 21 века, чтобы отойти от старого стереотипа, который я назвал, как вы помните, газово-мазонная лавочка. То есть по каждой территории должна быть идея, для чего эта территория приводит соответствующий вид. Не для того, чтобы просто было там чисто, а для того, чтобы люди ей пользовались, и пользовались ей активно. Значит, совместно с Управлением архитектуры и строительства, Управлением ЖКХ, будет вести диалог с проектными организациями, которым будет предложено дать свои предложения по благоустройству данных скверов. И данные дизайн-проекты, опять же, будут рассматриваться на нашей с вами общественной комиссии, общественных обсуждений. Дизайн-проекты должны быть разработаны до первого дня весны. После чего их обнародуют и 18 марта вновь выставят на всеобщее рейтинговое голосование. Сколько объектов город будет готов благоустроить, пока не ясно. Это будет зависеть от итоговой сметы по каждому. Глава города Ольга Деева считает, что какие-то пространства могут обойтись городу в разы дешевле, чем остальные. Например, Соловиный пруд, он уже давно благоустраивается. И там, может быть, незначительные изменения будут внесены. А так, в основном, уже Соловиный пруд, он вот готов такой хороший пруд появился в городе. И, наверное, надо в других, чтобы в микрорайонах тоже появлялись такие уголки. А с водоемами это вообще шикарно, это вообще замечательно. Всего же в рамках программы на благоустройство парков и скверов будет затрачено 22 миллиона рублей. Но городская казна надеется на поддержку областной. Еще 55 миллионов может выделить регион на благоустройство общественных пространств. Все средства должны быть освоены в течение этого года. Также в ходе первого этапа голосования владимирцы предложили еще ряд мест для благоустройства. Это скверы в присоединенных микрорайонах, а также Козий парк. Народные предложения в городадминистрации будут рассматривать уже в перспективе.